Всем привет, ребята! Мы с вами давно не виделись, я это знаю, но поверьте, на это были огромные причины. И если вы смотрите это видео, значит что-то решилось. Не знаю пока в какую сторону, потому что я снимаю сейчас эти видео в тот момент, когда я была на паузе на канале. И я все равно продолжала снимать для вас, продолжаю снимать, потому что я все-таки надеюсь, что как-то эта ситуация разрешится, и вы узнаете от А до Я, что же произошло со мной и с Сарой. Сегодня та дата, когда заканчивается мой коридор, срок пребывания в США. Сегодня это то самое число, до которого я должна была покинуть Америку. Все мы знаем, когда прилетаем в Америку, вам ставят штамп, на котором прописывают даты пребывания, сколько вы можете находиться здесь. Обычно я ставят полгода, практически всем. Нам поставили этот штамп на полгода. Соответственно, сегодня то число, когда этот штамп закончился. Но я все равно, как видите, осталась здесь, в США. И сейчас я объясню, каким образом все это произошло и что дальше происходит. Сразу хочу вас успокоить. Сейчас мое пребывание в США совершенно легально. Мой статус, он легальный. Примерно три месяца назад я начала собирать кейс на визу на статус О1. Это виза для экстраординарных людей с правом работы. Если мне сейчас одобрят этот статус, то я могу спокойно передвигаться по Америке, въезжать из страны, заезжать в страну и работать. Потом, конечно же, я отдельно сниму видео про эту визу, как я все это делала, что происходило. Если я ее получу, то, конечно, я с удовольствием с вами этим поделюсь. Даже если я ее не получу, я тоже с вами поделюсь. Но я очень надеюсь. И как раз сейчас я нахожусь в этом статусе, что я легально могу находиться в таком, сказать, режиме ожидания, пока будут рассматривать этот кейс. Дополнительно я не платила за ускорение. Можно заплатить за ускорение и быстрее все это рассмотрят. Но это дополнительные расходы. Примерно полторы тысячи долларов сверху надо платить. Я уже не хочу ни за что платить. И так очень много растрат. Мы остались жить в этой квартире, потому что аренда у меня до конца лета аж. И по контракту я не могу съехать. Вернее, я могу съехать, но я буду платить все равно за квартиру. Каждый месяц 1400 долларов с гаражом, который мне не нужен. И на контракт до сих пор на мне. И мне приходится за все это платить самостоятельно. Я не знаю, о чем вы там сейчас думаете. Что меня кто-то содержит или что-то в этом роде. Но поверьте мне, за все плачу я сама. Слава богу, что какие-то есть сбережения. Я не хочу сейчас скомментировать в данный момент все, что у нас произошло. Это делать бесполезно. Это делать некрасиво. Но какие-то моменты я считаю, что я имею право сказать. Потому что все-таки я женщина. У меня на руках маленький ребенок. И мы находимся сейчас абсолютно на чужой стороне. Но тем не менее нам здесь очень нравится. Нравится, как относится к ребенку страна. И к женщинам, конечно же, здесь мы защищены, можно сказать. Возвращаться мне некуда. Ни недвижимости, ничего в Казахстане. Меня там ничего не связывает, можно так сказать. Единственное, только паспорт. Да, я могу вернуться. Но это будет очень болезненно и печально для нас, для всех. Я, конечно, не претендую на звание супернезависимой, суперсильной женщины. Но, поверьте мне, я стараюсь такой быть. И я надеюсь, что у нас все получится. Поэтому, если вам интересна моя жизнь, если вам интересно все, что будет происходить дальше, то оставайтесь вместе со мной. Последний звонок 2018 года. Сара закончила первый класс. И самое интересное, знаете что? Можете поздравить Сару. Поздравляйте Сару. Быстро поздравляйте Сару лайком. Саре разрешили перейти во второй класс. Ей не нужно снова идти в первый класс. Я думала, что Саре нужно будет пойти снова в первый, потому что она пришла с полугода. И, то есть, она вообще английский как бы не знала. Иди сюда, там кто-то едет, Сара. Но учительница классная, Сара, мисс Пенни, сказала, что мы можем пойти во второй класс, потому что у Сары хороший тест. У Сары хорошие тесты, и она еще подучит английский в летнем лагере. Ну что, школа у Сары закончилась, и я теперь собираю документы в летний лагерь для Сарочки. Этот лагерь платный, в неделю примерно 100 долларов выходит целый день, с утра до 4, ну там с 9 до 4 примерно, и с питанием, и завтрак, и лангин. Вот, 100 долларов, это считается недорого здесь, в неделю, заметьте. Я смотрела лагеря, где по 200 долларов в неделю. Итак, в честь того, что Сара закончила первый класс, мы решили отпраздновать это дело и пойти в Chuck and Cheese. Мы никогда здесь не были, мне соседи подсказали сюда пойти, посмотрим, что там есть внутри. Там можно и покушать, и поиграть. Есть такая зона игровая с поинтами, покупаете поинты и играете. В общем, это любимая Сарына игра, растения против зомби. Приехали домой, и как раз мне доставили посылку. Хочу показать то, что у меня сейчас есть. Это новиночки от Ифраше, пополнение гаммы. У них добавилось 3 продукта в этой гамме. Во-первых, это гель очищающий. И затем 2 крема, дневной и ночной. Восстановление, защита от негативных факторов окружающей среды. Мне очень нравятся бренды Ифраше, у них 93% натурального происхождения в составе. Почему-то Ифраше не слишком популярны в наших странах, видимо из-за большой конкуренции, но на самом деле бренд очень-очень хороший. Еще у меня есть от них вот такая тушь, я уже ее попробовала. Она не оставляет комочков на реснице, делает реснички прочесанными и нету, знаете, такой дешевизны на ресницах. Очень мне понравился этот эффект, натуральный, естественный и это лимитированная тушь. Всем привет, сегодня у Сары первый день летнего лагеря. Не выспалась. Хотя рано легла, я не знаю почему-то сегодня так тяжело встала и снова свои волосы вытащила. Давай ободок заново надевай, чтобы убрать волосы. Вот. Все. Едем, не знаем, что брать с собой, поэтому маленький рюкзачок взяли, там водичку и закусочки положили. А так у Сары там должен быть ланч и снеки, сейчас все узнаем. Тогда рассылка была с новой тушью, нам эти рюкзачки прислали. Теперь у Сары там живет тигренок. Сара отвела, она вначале немного волновалась, потому что она первый раз в новое место. И такая говорит, я не пойду. И слава богу, мне так повезло, что там были ее одноклассницы, подружки. Они сразу подбежали к ней. Сара, привет. Пошли с нами и взяли ее, потянули. Так что все окей, она с удовольствием осталась. И помахала мне рукой, сказала, все, мама, давай, езжай. Не знаю, какие результаты будут с моей визой, но дай бог все будет хорошо. Пока не будем терять время, отдала ее подучить английский в летний лагерь. И вообще, чтобы не стоять на месте, развиваться. Вы не представляете, сегодня я целый день дома. Сара в лагере. И я понимаю, что мне нечего делать, мне скучно. Я привыкла, что она была дома все эти дни после школы. И теперь она там. Блин, как-то скучновато. Не знаю, чем себя занять. Уже наелась. То я нервничала, ничего не ела. Теперь начала снова есть. Поэтому ждите меня по хлюшам. Скоро. Вы знаете, меня всегда поражают американцы. Они рассылают чуть ли не каждую неделю спам в конвертах. В почтовые ящики. И часто кладут какие-то пластиковые карты. Там, знаете, типа там сберегательные. Либо какие-то скидки. Бывают даже именные какие-то карты. Да, чуть ли не банковские, временные. Там их нужно будет обменивать просто на уже оригинальные. Как им не жалко вот этого всего материала. Это же не дешево стоит. Вот такая пластиковая карта. Да, не только уже мне одно они это присылают. Бумага. Карта пластиковая. И постоянно этот спам в почтовых ящиках. Я, конечно, в шоке. Что, пришло время забирать Сару. Сейчас спросим, как у нее дела. Ну, рассказывай. Как первый день лагеря? Ну, я стеснялась сначала. Я даже не знала, где у меня круга. Кстати, вот этот, вот этот угол, мы вот оттуда вот, вот отсюда, мы не куда мешали. Не уходили все время в этой комнате? Все время были. А на площадку? На площадку мы другую ходили. Ходили, да? Да, мы ходили на спортивную. На спортивную? Yes. Yes? Ну, у нас целый два лагеря. Два? Ну, там можно было выбрать хлеб, масло, помидоры, лак. Ну, тебе вкусно было? Ну, да. А еще чикен наггетс. Чикен наггетс? Yes. О-о-о. Весело вас кормят. Все самое любимое вам дают, да? А еще яблоки. Яблоки? Это хорошо. Витамины. А еще я съела свой снег, и там уже было все бесплатно, еще другой снег. Вау. Что, лучше, чем в школе кормят? Да. А где лучше, в школе или в лагере? В школе. Почему? Потому что там мисс Пенни, ее уже не соскучилась. Мисс Пенни, ты по своей учительнице соскучилась. Ой, привыкла. Молодец. Она хорошая, да? Всем привет. Сегодня у нас была не слишком спокойная ночь. Дело в том, что у Сары заболел зуб. Она плакала ночью. Я не знала, что мне делать. Я пыталась ее как-то успокоить. У меня дома нет обезболивающих. И вообще, как бы я, если честно, против этих всех обезболивающих. Я поняла, что нужно будет срочно утром искать врача и везти ее к стоматологу. Но вы знаете, что в Америке очень, очень дорого стоит стоматология. Безумно дорого. И я была, если честно, в панике. Просто вспоминаю сразу историю своей подруги, которая недавно водила к стоматологу дочку свою. И за несколько зубов они отдали больше тысячи долларов. И потому что без страховки и вообще столько всего. И даже если у вас есть страховка, не всегда она покрывает стоматолога. Я нашла женщину, которая, во-первых, она русскоязычная. Их стоматология находится в пяти минутах от нашего дома. Вы можете себе представить, как мне повезло? Я думала, мне придется сейчас ехать в Тампу 30 минут. Но нет. Она сделала два снимка. Прочистила зубы. Почистила пасту специальной. Там еще что-то нанесла на зубы. И нашла карис. Выглядит это, конечно, невкусно. Ну да, Саре вкус не понравился, как я обрабатывала. И отдала я за прием и за вот эту всю чистку 70 долларов сегодня. Завтра нам назначили лечение. Прийти и сделать пломб 350 долларов. Завтра. Так что сегодня 70, завтра 351 зуб. Вообще-таки белые-белые стали. У нее были белые, но в последнее время был желтый налет, который не убирался зубной щеткой. Я не знала даже, как ей почистить, но вот ей почистили. И теперь зубы белые, представляете? Я вам не говорила, но мы сейчас едем в гости. Нас пригласила в гости моя зрительница. Оказывается, она живет здесь рядом. 20 минут езды от нашего дома. Посмотрите, какой красивый вид. Здесь залив. Как называть правильно? Марина, бухта или залив. Пришвартовывают свои яхты, лодки и заходят домой. Такой элитный комплекс. Получается, здесь в комплексе есть танхаусы двухэтажные. По-моему, даже трехэтажные. И квартиры. Класс. Смотрите, какой мост длинный. Очень длинный мост. Красивый. Я хочу показать вам мороженое, которое ребята покупают с Костка. Смотрите, здесь четыре разных вкуса. Кокос, ягоды, манго и какой-то помигранат в общем. Самая фишка в том, что каждый фрукт в своей половинке. То есть вот кокос. Кокосовое мороженое прямо в кокосе. Так, это кокос, вот держите. А это манго? Это манго. За столом, за столом. За столом. Потом манго, а нет, это лимон. Здесь в лимоне прям вот шкурка лимона и прям сорбет в лимоне. Затем грейпфрут тоже здесь прям в грейпфруте вдольте, посмотрите. Манго, вот прям кусочек манго, прям в манго мороженое. Я первый раз такое вижу. Мы с Сарой решили прогуляться, прокатиться и приехать в греческую деревню. Около нашего дома есть как бы такое маленькое местечко. Называется греческая деревня. Не знаю, почему так назвали. Может быть, здесь действительно много греков и мини-Греция. У нас тут есть греческие рестораны, ксуни-пионерчики. Тарпан Спрингс называется место это. Тишина. Даже несмотря на то, что сегодня воскресенье, здесь полная тишина. Слушай, да мы здесь же с тобой были. Выбираем мороженое натуральное из натуральных ингредиентов. Вкусно? За два мороженых вот таких маленьких я заплатила 6 долларов 50 центов. Недешево. Тут то, что органическое, стоит дорого. Здесь повсюду греческие маленькие рестораны. Но я вспомнила это место. Мы здесь были с Сарой в ретро-музее, где музей ретро-игровых автоматов. Зато мы нашли красивую бухточку. То есть вы можете приехать в ресторан, а потом прогуляться здесь вдоль набережной. Красиво. Что это, какая-то греческая богиня? Или русла. Смотрите, у нее хвост. Она вышла на берег и стала человеком. Красивая статуя такая. Я бы хотела. Называется Тарпон Спрингс. Это место. И здесь проживает самое большое количество американских греков. Именно в этом городке. Боже, дети обожают лазить на деревьях. Самое любимое занятие. Еще и на таких гигантских. Хоть штаны свои испортить. Там белка. Белка? На выходные погода вообще потрясающая. Посмотрите, очень красивая у них территория здесь. Я уже снимала, показывала вам до этого, но сейчас немного по-другому. Потому что распустились листья. Деревья более пушистыми стали. Очень красиво. Прям проезжала и кайфовала. Кстати, Наташа купила себе новую машину. Это новый Лексус. Я тоже хочу такой себе. Когда-нибудь, может быть, смогу купить. Очень нравится мне эта модель. Знаменитый сад Натальи. Очень красивый вид. Вообще потрясающий вид. То, что вот из зала, я уже не раз говорила, вы ходите прям в сад, как будто бы лес. Это выглядит. Эффект... А здесь можно вывести, да? А, все. Тут американские двери с особыми замками. Ой, как круто. Очень красивый сад. Цветы красивые. В горшочках так мило. Фонтанчик. Класс. Ну что, по пицце, по кусочку. Вот такая красивая. Винсу на телевизор смотрит. Посмотрите, что он смотрит. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok